11 февраля вступили в силу изменения в обязывающих правилах Даукупинского городского соуправления о предоставлении социальных услуг и материальной поддержки малозащищенным лицам. Таким образом, ряд социальных услуг становится более доступным и вводится новый вид материальной поддержки опекунам совершеннолетних лиц. Изменения в обязывающих правилах номер 21 социальные услуги Даукупинского городского соуправления в первую очередь предусматривают, что теперь право на получение психосоциальной помощи или пособия социальной помощи будет не только у тех, кто задекларирован в самом правлении или нуждается в услугах ночного приюта, но и у людей, которые на данный момент по объективным причинам не имеют декларированного места жительства. Каждый случай будет рассматриваться индивидуально. Меняется также и порядок получения услуг социального такси. Теперь клиентам больше не нужно будет заключать договор, как это было прежде. Будет достаточно заключения социальной службы о том, что человеку эта услуга полагается. Это поможет облегчить административную нагрузку. Также расширен круг лиц, которые смогут бесплатно получать обслуживание на дому. Как и прежде, бесплатная услуга предоставляется лицам пенсионного возраста и лицам с инвалидностью, если домохозяйство имеет статус малоимущего. Однако, если до сих пор уровень доходов не мог превышать 170 евро в месяц на каждого члена семьи, то теперь этот порог значительно вырос и составляет 272 евро на первое или единственное лицо и 190 евро на остальные лица, задекларированные в домохозяйстве. Также введен новый вид поддержки. Опекуны совершеннолетних лиц, которых назначил Даугубинский сиротский суд, впредь будут получать 120 евро в год, если находящееся в опекунстве лицо проживает самостоятельно или вместе с опекуном, или 60 евро в год, если находящееся в опекунстве лицо находится в учреждении длительного социального ухода и социальной реабилитации или в специализированном медицинском учреждении. Таким образом, будет оказана поддержка людям, которые зачастую выполняют действительно тяжелую работу не только в качестве юридического представителя, но и фактически ухаживают как за инвалидами, так и за родственниками, перенесшими тяжелые заболевания или страдающими психическими расстройствами. Никакие государственные пособия для этой категории опекунов не полагаются. В Даугубинске насчитывается 238 опекунов. Чтобы подать заявление на получение пособия, они должны обратиться в сиротский суд и написать соответствующее заявление. Дополнительную информацию можно получить по телефону 654-76-792 и 654-76-791. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга Даугубинской городской думы.